Детский коллектив, будь то школьный класс или группа детского сада, существует в условиях повышенной инфекционной нагрузки, с которой ослабленный иммунитет не всегда может справиться. А трудности психологического характера только добавляют ему проблем. Иммунная система работает под постоянным контролем нервной системы. Поэтому, если ребенок испытывает стресс, особенно сильный или продолжительный, это всегда отражается на работе иммунной системы, умнитает ее, мешает клеткам иммунной системы дружно работать на защиту. Поэтому именно в период адаптации, в первые четыре недели учебного года, следует уделить малышу максимум родительского внимания. Первое – создать дома доброжелательную атмосферу, оградить ребенка от стрессов, которых ему и в школе хватает. Нужно постараться ограничить ребенку раздражители – это компьютер, телевизор, это посещение большого количества гостей, чтобы ребенок успевал отдохнуть и успевал прийти в себя после вот такого очень напряженного дня в большой компании. Второе – правильное питание, ведь иммунитет напрямую зависит от состояния органов пищеварения. Обязательно питание должно быть регулярным, обязательно с учетом возрастных особенностей ребенка. Поменьше таких раздражающих отклонений, таких как огромное количество, например, фруктов сразу или пищу, которая содержит химические какие-то компоненты, газировки, мороженое. Все это нужно свести к минимуму, надо дать возможность ребенку перестроиться. Третье – создать в помещении, где находится ребенок, правильный микроклимат. Касается это и школьных классов, и детсадовских групп, и детской комнаты. Оптимальная температура в помещении – плюс 22-24 градуса. Воздух не должен быть сухим, иначе слизистая оболочка носа малыша станет уязвимой, и ей будет сложно выполнять свои защитные функции. Проветривание помещения – еще одно важное условие – поддержание благоприятного климата. Если ребенок все же почувствовал недомогание в первые недели учебного года, лучше перестраховаться, советуют иммунологи, оставить его дома на несколько дней и обратиться к врачу.